Глава Чувашии свое ежегодное послание Государственному Совету Чувашской Республики начал с акцента на то, что смысл работы – основная задача органов власти, всех уровней и депутатов – защищать интересы государства и граждан, соблюдать закон и принципы справедливости. Михаил Игнатьев напомнил, что по целому ряду направлений обеспечению экологической безопасности, развитию первичной медицинской помощи, системы общего образования Чуваш является одним из лидеров в стране. Наша прямая обязанность – укреплять позиции республики в экономике и науке, в социальной сфере и при этом сохранить свою культуру и самобытность, отметила руководитель региона. Сегодня поступательное движение любого региона, динамичное развитие всех сфер его жизни невозможно без использования инновационного потенциала молодежи. Продолжил свое послание Михаил Игнатьев. Чувашии в сферу образования направляется почти треть общего объема средств консолидированного бюджета республики, и это дает ощутимые результаты. Школы и детские сады Чувашии традиционно входят в число лучших образовательных учреждений России. В республике реализуются масштабные программы модернизации и строительства школ. К 2025 году мы должны полностью обеспечить обучение в одну смену, создать более 16,5 тысячи новых ученических мест. Не менее важно стимулировать интерес детей и подростков к высоким технологиям и инновациям. В 2017 году глава Чувашии поддержал совместную инициативу Минобразования Республики и Чувашского государственного университета по реализации проекта «Наука в школу». 11 базовых школ уже получили современное лабораторное оборудование для кабинета физики. Увеличится количество школ участников, будут включены дополнительные предметы, изучение которых требует специального оборудования, таких как химия и биология. В регионе будет продолжено развитие системы всестороннего патриотического воспитания. Фундаментом экономики любой страны является промышленность. Сегодня промышленный комплекс республики обеспечивает более 30% валового регионального продукта, более 50% поступлений платежей и сборов бюджета всех уровней. Ставятся очень амбициозные, на первый взгляд, даже невыполнимые задачи. Но с учетом имеющихся потенциала, креативных и целеустремленных команд, проекты вполне реализуемы. В целях развития отрасли информационных технологий создана ассоциация по содействию развития информационных технологий. Среди направления работы ассоциации, вывод продукции из сферы информационных технологий на международные рынки. Организации планомерной работы по повышению качества подготовки и развития молодых IT-специалистов. Реализации положения программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Одна из главных задач ассоциации на 2018 год – это начало реализации полномасштабного проекта по внедрению технологий «Умный город», которые будут способствовать улучшению качества жизни населения республики. В прошлом году правительство Российской Федерации в числе 16 регионов выбрало Чуварскую республику. В качестве пилотного региона в реализации приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В ней участвуют 11 ведущих предприятий республики. В программу предусмотрены инвестиции в новое оборудование, совершенствование управленческих технологий, организацию производства. В 2017 году создан Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности. В этом году Фонд рассмотрит целый ряд проектов предприятий промышленности и агропромышленного комплекса. Планируемая сумма привлеченных ими инвестиций должна составить более 8 миллиардов рублей. Из них не менее 700 миллионов рублей из регионального фонда. В республике реализуется пакет дорожных карт по внедрению целевых моделей упрощения ведения бизнеса. Благодаря им сокращаются процедуры и сроки получения разрешения на строительство, регистрации права собственности на земельные участки и недвижимость, присоединение к электросетям, подключение к газу, теплу, воде. А также расширяются возможности привлечения инвестиций и работы с инвесторами. О том, какие еще векторы развития республики затронул в своем послании Михаил Игнатьев, смотрите завтра в это же время.